Друзья, всем привет! С вами я, Эд Скраббер. Сегодня у нас очередной обзор. Прошлогодний Xiaomi Mi A1 был настоящим открытием. Достаточно производительный процессор, качественное железо, чистый Android, очень красивый. Это все обеспечило гаджету немалую популярность. Теперь же китайский производитель представил нам вторую версию этого телефона, которая должна закрепить успех предыдущего телефона. Насколько гаджет вышел удачным и сможет ли он повторить успех предыдущей модели, попробуем разобраться. Начнем с распаковки. Белая коробочка с изображением самого смартфона, переходник с USB-C на миниджек, скрепка, провод USB-C на USB и зарядка Quick Charge 3.0. Также есть силиконовый чехол черного цвета. Чехол по качеству мне понравился, можно оставлять как основной. Он спроектирован таким образом, что он защищает камеру, и благодаря ему можно спокойно нащупить сканер отпечатков пальцев. Без чехла это сделать не так уж и легко. Также давайте откроем лоток. Лоток под 2 nano SIM карты. Карточку SD сюда установить нельзя, к сожалению. Далее Скрайб-обзор. Начнем с экрана. Экран 5,99 дюймов, качество 2160 на 1080 пикселей, соотношение сторон 18 к 9, IPS-матрица, Full HD разрешение, приблизительно 401 ppi. Диапазон яркости хороший, но на солнце, наверное, хватать его не будет. Хотя он и, конечно же, не критичен. Углы обзора, как видите, очень хорошие. Олеофобное покрытие такого среднего качества. Если говорить в целом, то экран имеет отличную цветопередачу. В целом экран зачетный, мне очень понравился. Никаких особых нареканий к этому экрану нет. Далее беспроводные модули связи. LTE работает во всех нужных бендах. Они отмечены здесь красным цветом. Wi-Fi, Bluetooth 5.0, и это уже тоже очень здорово. Есть их порт, для некоторых это немаловажно. Можно переключать телевизор и так далее, что-то настроить. Может быть даже кондиционер, если он у вас есть. Также GPS и все остальное. Как и положено смартфону, входящего в программу Android One, Xiaomi Mi 2 работает на чистом Android 8.1 OEM. Таком, каким его задумала компания Google. В качестве оболочки используется AOSP Launcher, он же Launcher 3. На смартфоне предустановлены только стандартные программы, операционные системы, фирменные сервисы Google и несколько приложений от производителя. В числе последних весьма полезные проводники Mi Pult, предназначенные для управления бытовой техникой с ИК-приемником. Камеры. Основная на 20 Мп, работает в паре с 12 Мп, у обоих камер апература и светосила F1.75, это очень хорошо, очень отличная светосила. Обе камеры Sony, основная IMX 376 и вспомогательная IMX 386. Плюс фронталочка на 20 Мп, Sony IMX 376 с меньшей светосилой F2.2. Основная камера снимает в 4К 30 кадров в секунду, также есть режим Slow-Mo 720p 120 кадров в секунду. Также в режиме Full HD поддерживается электронная стабилизация видео. Примеры фото и видео вы дальше увидите в обзоре, также как работает электронная стабилизация. Железо. Центральный камень 660 снаб, построенный по 14-мм техпроцессу с использованием ядер CRIO 260. То есть отлично, по сути это, ну так сказать, предфлагманский процессор. Видеоускоритель Adreno 512, есть варианты этого телефона на 432, 464 и 6128. Оперативная память типа LPDDR4X и основная типа EMMC 5.1. Давайте поговорим, сколько вся эта комбинация выбивает в Antutu. Около 130 тысяч попугаев, что является очень хорошим результатом в этой ценовой категории. У миниджека нет, но есть порт USB Type-C. Также есть необходимый переходничок в комплекте, который обеспечивает подключение миниджека. Также шустрый сканер отпечатков пальцев. Звук. Звук основного динамика отличный, громкий, невыдающийся, но очень хороший за свою цену. В наушниках звук средний, тоже никаких восторгов он не вызывает, но и нареканий тоже никаких не вызывает. Для меломалов хороший сторонний плеер плюс эквалайзер, помощь и все будет окей. Батарея 3010 мАч. Держит уверенно один день, в моем случае полтора дня. А, есть также быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Конкурент этого телефона Meizu 15 и Realme 2 Pro. Но, конечно, в первую очередь они проигрывают своим ценникам. А цена этого телефона один из самых основных параметров, на который мы смотрим. Если говорить о рублях, то это приблизительно 13 тысяч рублей. Если говорить о долларах, то это приблизительно 200 долларов. Очень, очень хороший ценник для такого телефона. Так, давайте обозначим все внешние детали этого телефона. На лицевой панели. Над дисплеем расположены датчики приближения и освещенности. Разговорный динамик. Объектив фронтальной камеры на 20 Мп. Вспышка и светодиодный индикатор, который сейчас как раз моргает. Вы можете это видеть. Слева сим-лоток под две nano-сим-карты. Справа кнопки регулировки громкости и кнопка включения-выключения. Внизу основной микрофон, спрятанный под решетку. USB Type-C и основной динамик. На задней панели основная камера на 20 Мп. И ниже ее расположена камера на 12 Мп. Между ними двойная светодиодная вспышка. На верхней грани их порт и микрофон для шумоподавления. Также сзади сканер отпечатков пальцев и надпись Mi. Давайте проверим телефон на скорость серфинга. Вначале YouTube. И мы видим, что нет никаких проблем. Все перекручивается очень быстро. Также Chrome браузер давайте проверим. В Chrome браузере тоже нет никаких нареканий. То есть смотрите, все серфится. Никаких подтормаживаний, никаких микролагов нет. А серфить в интернете с этим гаджетом, учитывая его большой четкий экран, одно удовольствие. Плюсы и минусы этого телефона. Первый плюс – это его цена. Второй – дизайн. Выглядит он очень красиво и монолитно. Третье – шустрый процессор 660 Snap. Четвертое – USB Type-C. Приятно, что он есть. Молодцы, что его установили. И пятое – для многих это, по сути, главное в этом телефоне. Это чистый Android. Из минусов я бы отметил, что нет миниджека. И второе – это не самая мощная батарея на 3010 мАч. Друзья, у компании Xiaomi есть точно такой же телефон, который называется Xiaomi Mi 6X. У меня обзора этого телефона не будет, но я хотел бы вам рекомендовать канал, на котором есть как раз обзор этого телефона. Канал называется Smart Plus. В чем разница между двумя этими телефонами, вы как раз найдете в видео на этом канале. Под названием Smart Plus. Все ссылочки, друзья, в описании и в комментариях. Также вот здесь вот сверху тоже должна вылететь вот такая специальная ссылочка. Эргономика. Новинка имеет достаточно тонкий корпус. И при большой диагонали дисплея смотрится просто потрясающе. Очень нравится его внешний вид. Кому бы я его не показывал, все в первую очередь говорят об этом. О его внешнем виде и о том, что он на самом деле очень красивый. Такое чувство, что держишь в руках аппарат от компании Apple. Все очень вылезено точно до ниточки и великолепно просто смотрится. Многие, конечно, придираются к основной камере, которая немножечко выпирает из корпуса. Но знаете, друзья, iPhone последний, который стоит около 2000 долларов, по нашим рублям это около 130 тысяч рублей. Там та же самая проблема и, знаете, никто об этом особо не говорит. Игры. В играх этот телефон чувствует себя очень комфортно. Конечно, это не самый игровой телефон, но 660 снаб и видюха от Adreno 512 вытягивают почти все игрушки на максималках. Конечно же, очень комфортно будет играть на средних настройках. И о казуалках, друзья, мы вообще с вами даже не говорим. Там все отлично. Итак, перейдем к фотовозможностям этого телефона. Мы берем тестер для линз и при обычном комнатном освещении фотографируем. Мы видим, что, конечно же, не очень хорошая детализация. Четвертый ряд уже совсем не виден. Ну и в целом ситуация не очень хорошая. Повторюсь, это не хорошее комнатное освещение. В следующей фотографии мы уже включаем добротный хороший цвет и мы видим, насколько ситуация меняется. Но пятого ряда так и не видно. В принципе, для этой ценовой категории это отлично. Делаем более близкую фотографию следующую. И мы видим, что даже пятый ряд виден. Смотрите, отлично. То есть, в принципе, для детализации, для этой ценовой категории это очень хороший результат. Ну и понятно, что очень близкая фотография. Мы видим уже все очень и очень четко. Все ряды, несмотря на то, что даже здесь немножко прикрыта тенью эта фотография. Далее, в макросъемке. Вот в макросъемке меня все удивило. Вот обратите внимание на эту часть. Здесь ничего не видно. Увеличиваем. Смотрите, волоски, детальки. В макросъемке просто огонь. Давайте следующую фотографию. Макросъемочка. Смотрите, все волосочки, все идеально. Качество здесь очень и очень порадовало. Далее, следующая фотография. Ну, простая для детализации. Увеличиваем. В принципе, сосная. Очень хорошая детализация для этой ценовой категории. Итак, цветопередача. Мне очень понравилась цветопередача. Очень хорошо делает. Смотрите, тени как отработаны. Идеально. Красивая, красивая фотография получается. И далее мы перейдем к примеру видео на основную камеру. Итак, друзья, пишем сейчас на основную камеру при идеальном комнатном освещении. Сейчас посмотрите видео, снятое на основную камеру. Там я спускаюсь по подъезду. Вы посмотрите, как отрабатывает стабилизация видео. Небольшие зарисовки в слоу-мо. Ну, и сейчас вы в целом можете оценить вообще качество картинку на основную камеру. Плюс звук мы пишем непосредственно на сам телефон. Итак, погнали. Далее, селфи-камера. У нас здесь всего лишь две фотографии. Мы берем первую при обычном стандартном комнатном освещении. Увеличиваем и видим, что детализация не такая хорошая. Предыдущий телефон Pocophone справлялся гораздо лучше в этом отношении. Но чем, что для этой ценовой категории справляется неплохо. Следующая фотография. Вот при хорошем уже комнатном освещении, почти что идеальном, мы видим, что детализации так и не хватает. Но для селфи-камеры в 200 долларов плюс-минус это достойный результат. Сейчас мы посмотрим видео на фронтальную камеру. Итак, пример видео на селфи-камеру. Вы можете посмотреть, в принципе, качество. И звук мы пишем тоже непосредственно на селфи-камеру. Друзья, что бы я хотел сказать по поводу этого телефона. А в целом, телефончик мне понравился. Ну, наверное, как и все телефоны компании Xiaomi, как правило, они не могут не нравиться. Лучшее соотношение цены, качества и так далее. Но здесь, что очень важно, здесь 660-й снаб, очень мощный, очень добротный. Играет хорошо, серфинг в интернете, микролагов ничего нет. То есть, все суперски. У голого андроид есть конкретные любители этого дела. Вот именно голый андроид и все. И как бы ничего другого. Здесь это все есть. То есть, по сути, это единственная конкурентоспособная площадка, противостоящая компании Apple или их системы iOS. Это чистый голый андроид, который ставится на Google Pixel, на такие вот крутые-крутые телефончики. На что в первую очередь обращается внимание, когда ты смотришь на Mi A2? Первое, это, конечно, крутейший четкий дизайн. Этот телефон на самом деле очень красивый. И действительно, когда ты смотришь, это вот самая первая твоя эмоция от этого телефона. Это очень крутой и четкий дизайн. Спасибо компании Xiaomi. Вы доказали, что вы, в принципе, можете. За эти деньги вы получаете флагманский дизайн. А что касается камер, соотношение цена и качество, здесь тоже мне понравилось. В принципе, никаких нареканий нет. Конечно, всегда хочется чего-то лучшего. На Покафоне F1, который был предыдущий обзор, там селфи-камера, конечно, лучше. Но там и цены на 100 долларов выше. То есть, здесь, в принципе, все как бы нормально. Итак, друзья, с вами был я, Эд Скрайбер. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Жмите на колокольчик. Пишите любой комментарий, что вы думаете по поводу этого обзора. Пишите вообще любой комментарий. Там, Вася, привет, Вася. Алло, как вы любите, да? Или жизнь прекрасна. Не знаю, какие вам еще идеи дать для комментариев там. Ну, не знаю. В общем, пишите все, что вам в голову только придумается. Большое спасибо вам за поддержку. Надеюсь, при выходе этого видео уже будет 20 тысяч подписчиков. Наверное, сделаем небольшой стримчик. И всем хорошего настроения. Всем пока-пока.